Так, всем прекраснейшего и доброго утра из солнечного штата Колорадо Видите, у меня новая традиция Каждое утро я теперь стараюсь гулять Потому что перед тем, как отправиться на работу Очень хорошо все-таки подышать свежим воздухом и подвигаться И вот вы знаете, не могу не нарадоваться своим графиком Когда я 4 дня работаю, у меня 3 выходных, причем подряд Насколько для меня это важно Но есть и обратная сторона медали Сейчас, как представлю, 4 дня в закрытом помещении И, знаете, дом-работа, дом-работа У меня даже депрессия начинается по этому поводу Готовлю нам завтрак Но муж будет первый кушать, потому что я продолжаю Жарить оладушки, видите, какие здесь 2 оладья с маслом Сметанка, кофе с пенкой Вишневое варенье Кстати, мы вот такой вот бренд любим Вишневого варенья А вот здесь вот blackberry jam Это то, которое мы делали сами Еще когда в штате Вашингтон жили И там собирали вот эту blackberry в лесах До сих пор еще есть несколько банок этого варенья Так, ну все, приятного аппетита Панкейки я делаю не из готовой смеси, а домашние Беру йогурт, яйцо, немножечко сахарку В общем, все как положено Видите, какое получается Заскочили в магазин Туалетная бумага есть, полно Продукты, все в принципе нормально есть Но зато посмотрите, какая красотка Вроде бы с завтрашнего дня У нас ты вообще обязан быть в маске Заходя в магазин Но у меня в сумке была, думаю, одену сегодня Зачем ждать? Так что вот такие мы фэшн Красотки Теперь ходим на шопинг Так, бумага, бумага, полотенца Вот, ну вообще мне нужно по мелочи Сейчас возьму там молоко И будут у нас сегодня тай фуд Муж будет готовить тайскую еду Мне нужно нюдл специальные купить для этого Хочу еще такую мысль озвучить Вот смотрите, в Америке Там вирус, не вирус Независимо они от чего Скидки продолжают На продукты действовать Вот я сейчас масло вот это беру Land O'Lakes Видите, так оно 4,79 А так 3 бакса Я уже 2 пачки взяла Вот, но я к чему это говорю? Что вот даже когда В начале развития событий Касательно этой эпидемии И того, что сметались просто тачками Все продукты Направо и налево В магазинах продолжали действовать Скидки, но те, которые у них были запланированы На соответствующие товары То есть никто ценники не поснимал Скидки не аннулировал И потом, когда продукты подвозились Все равно Выставлялись какие-то Позиции, которые шли На сейл А к чему я это говорю? Вот у нас В наших странах К сожалению Мало того, что перед праздниками Цена Взлетает В несколько раз И потом не падает Да? Все знают, что после праздников Обычно идет подорожание Цен у нас После Нового года Вот Так еще У нас как что-то там случается Обязательно Ну не то, что там скидки Так еще и цены Увеличивают Видите? А здесь в Америке Такого нет Жизнь продолжается В каком-то более-менее В том же самом русле Вот сейчас я взяла Последнее соевое молоко Ну видите? Тут полупустенько Но в принципе Взять что-то можно Обычное молоко Все продается Ничего не поменялось Бери не хочу Вот эти желтые ценники Они говорят о том Что скидка Ну и в принципе Написано сейл Вот мясо идет на сейл Колбаска В общем В любую категорию продуктов В которую бы ты не зашел Обязательно идут продукты на сейл То есть цены не взлетели Все осталось на прежнем уровне Продукты Я имею ввиду стоимость продуктов Вот Ну и как видите Полки Заполнены Вон колбаски Там все есть Жизнь приходит Как я считаю Стабилизируется И приходит В прежнюю колью Смотрите Дезинфицирующие средства Уже на полочках Стали появляться Пожалуйста Потому что Не было и такого Так Сейчас выберем Что-нибудь Ну это для душа Это все было А вот таких вот Обыкновенных Спреев Дезинфицирующих Их не было А сейчас Бери Кому надо Так все Сняла красоту В общем Что я хочу сказать Ребят Знаете Вот я бы сделала Девиз сегодняшнего дня Таким Save money Знаете Вот девиз Walmart Save money Live better Но я бы сказала По другому Save money Stay home Вот это про меня Сто процентов Потому что Инна Ну ты виновата Как всегда В моих тратах Вот если бы я сидела Дома Ребят Я бы деньги не тратила Ну вы же понимаете Да А так Пожалуйста Вот Одна сумка полная Но тут продукты Молоко И там еще На заднем сиденье Всякого Декора Я набрала Она тоже На семнадцать баксов Asian noodles Притопить А ну да А надо было Просто купить Asian noodles Вот Как говорится Пошла за хлебушком А как всегда Две сумки Да Но самое интересное Это же Двадцать пять Плюс семнадцать Тарара Итог сегодняшнего дня И он только начался Поэтому Ребят Save money Stay home Вот так вот Пару минут назад Закончила второе панно Для ванной комнаты Оно видите В специальной рамке И стекло Что очень хорошо Особенно Когда повышенная влажность Ну вот Мне очень нравится Не знаю Напишите свои комментарии Как вам Но Теперь у меня Такая дилемма Какое из них Оставить Вот это новое Или же Вернуть на стену То Панно Которое Я сделала Сначала Вот оно Это натуральные Морские звезды Оно такое Простенькое Но на стене В нашей ванне Смотрелось Достаточно хорошо Что теперь делать Какое Оставлять Какое Перемещать В другую локацию Не знаю Была такая идея Вот это Вот эти Морские звезды Все-таки Так Сейчас медленно Подниму Оставить там Где было Вот здесь А вот это В рамке Белой Вот В тот Верхний сектор Где зеркало Поместить Не будет ли это Как масло Масляное Too much В общем Моя проблема В том Что слишком Много идей У меня А вариации Их применить Видите Квадратных метров У нас Очень мало Не знаю Пожалуй Оставлю Вот это Все-таки Поделюсь Своими проблемами Ребят Вот такие Вот маски Нам выдали На работе И вот Если ее Повязывать Как положено Здесь и здесь Но это Просто Пытка Вот Неимоверная Фу Я сниму Во-первых В ней Невозможно Дышать То есть Где-то Ее заказали Там местные Умельцы Пошили Но Слава Богу Нам на работе Выдали По крайней мере Не сказали Ищите Сами И покупайте За свой счет Она Вот Как видите Очень плотная Здесь Как байка Такой материал Здесь ХБ В принципе Спасибо Что здесь Вставили Вот Можно Да Вот Такая Штука Железненькая Можно Вот так Форму Придать Но Она Очень Плотная Когда Повязываешь Как положено Невозможно Дышать Кроме Того Знаешь Знаете Вдох Выдох Вот Это Все Тепло Да Оно Просто Тебя Еще Подогревает И мало Того Что Дышать Ничего Еще Варишься Заживо В общем Я стала Пытаться Знаете Верхнюю Завязывая А нижнюю Вот так Вот Просто Развязана Ну Чтобы Хотя Снизу Поступал Хоть Какой То Воздух Ну Вы знаете Немножко Легче Но Тогда Другой Прикол Вот Я например Сканирую Товар Или что-то Делаю Нагибаю Голову Вниз Она Так Пук И подскакивает Вот так На глаза Ее нужно Постоянно Одергивать Кроме Того Еще Один Побочный Эффект В ней Практически Нифига Не слышно Когда Говоришь То есть Когда тебя Что-то Спрашивают Нужно Практически Кричать Громко Чтобы Тебя Покупатель Услышал И Точно Так же Они Говорят И ты Тоже Что-что Это Кошмар Работаем Мы В перчатках Как я Уже Сказала Это Тоже Представляете Руки Не знаю Варятся Не дышат Перчатки Эти Грязные Ну Ты же Все Ими Трогаешь Это Не так Как Ты Подбежал Быстро Руки Помыл Или Там Санитайзером Обработал Дезинфектором Дезинфицирующим Чем-то Господи Заговариваюсь Вот А когда Ты Все Время В перчатках Ну Это Тоже Компликейтед Воды Попить Эту Бутылку Свою Надо Взять Ты Думаешь Блин Сколько На Этих Перчаток Грязи Всякой Продукты Берешь Сканируешь Овощи На морковке Земля Например Или что-то Такое Тряпки Всякие Берешь Чтобы протирать Поверхность После Клиентов Естественно Вот такими Руками В перчатках Свою бутылку Вообще Не хочется Брать А тем более Ее открывать И потом Пить Еще Что-то В общем Это Кошмар Стою Жажда Мучает Дышать Нечем Это Конечно Самая Моя Большая Пытка Мало Того Что Мне И до Этого Без Маски В Магазине Было Трудно Находиться Потому Что Закрытое Пространство Окно Одно Воздух Но Стоячий Он Мне Все Время Не хватает Кислорода Тут Еще Эту Маску Налепили Ребята Так что Если Вы Не Смотрели На Эту Проблему Вот С этой Стороны То Оцените Подвиг Тех Того Персонала Который Сейчас Сработает И Вынужден Вот В Такой Униформе Быть Слава Богу Нам Из Последних Новостей Поставили Эти Экраны Хотя Лично Мое Мнение Толку От них Особо Никакого Поставили Как раз Напротив Меня И Если Чуть Двинуться В сторону И Соответственно Покупатель Передвигается Чтобы Оплачивать Карты Мы Стоим Друг Напротив Друга Без Экрана Ну То Ну Ладно Есть Успокаивающие Хотя В принципе Я считаю Как-то Не на Функциональном Месте Был Установлен Вот Но Они Тем не менее Говорят Ой Спасибо Большое Что Поставили Ой Это Так Здорово Что Вам Поставили Экран И Ты Так Да 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 Классно Ух Ну В общем Как-то Так Вы знаете Вот так Мучаюсь В магазине Воду Чтобы Попить Вот так Маску Ты Открываешь Пьешь Воду Время от времени Когда поток Людей Спадает И Никого Нет Вокруг Я ее Просто Вот так Вот Знаете Эту маску Поднимаю Хотя Ну Продышаться В общем Мучалась Я Вот в такой Маске В итоге Нашла У нас Дома Обыкновенную Медицинскую Но знаете Когда в больницу Тут приходишь Они раньше Лежали на лобе Каждый Мог ее Одеть Она Более Такая Облегченная Легче За уши Цепляется Да Кстати На это Еще Такие Завязки Толстые То есть Я когда Эту маску Одеваю У меня Такие Лопоухие Уши Получаются Красотка Нереальная Вот Та Полегче Там Такой Проблемы Нет И ее Намного Проще Вот так Знаете Отодвинуть И так Подышать Потом Опять На себя Одеваешь В общем Караул Вот Даже Клиенты Которые Заходят Сейчас В магазин Ну Они Одевают Маску Себя Защищают Некоторые Уже Из них Стоят Там На этой Линии Расплачиваются Говорят О боже Я не могу В ней Дышать Какой Ужас Типа Быстрее Выйти Из Магазина В общем Ребята Это все Вам Рассказываю О том Что Нет Легких Профессий И вот Не надо Думать У меня Были Когда-то Знакомая Которая Считала Что Ее Работа Это Самая Сложная Работа Не Нужно Думать Что Ваша Работа Самая Тяжелая Независимо От Того В какой Сфере Вы Работаете Вопрос Только В том Что Вы Не Знаете Нюансы Нюансы Всех Вот Эти Детали И Не Думали О том С Какими Там Трудностями И Проблемами Встречаются Работники Ну Как Вам Кажется Достаточно Такой Профессии Которая Не Требует Каких Там Не Знаю Специального Образования Или умственных Усилий Вот Вам Рассказываю Насколько Сейчас Для меня На работу Ходить Тяжело Поэтому Мысль Вот Завтра У меня Начинается Снова Четыре Рабочих Эти перчатки Это Мучение Ужас У меня Уже Начинается Депрессия На ужин У нас Тайская Еда Тайфуд Я Очень Просила Мужа Он Приготовил Смотрите Как Ой Как Вкусно Значит Это Какое Это Карри С Кокосовым Молоком И Еще Ла-ла-ла Я не Запомнила Но Выглядит Согласитесь Круто А вообще В Америке Я давно Подсела На тайскую Еду И Не знаю Могу Наверное Ну не каждый День Но очень Часто Есть Кстати Вместо Нюдлс Это Райс Нюдлс Они Из риса Можно делать Другие Виды Нюдлс И Просто Рис Нюдлс 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 Нюдлс